Курортная зона и свалка в Одессе зачастую одно и то же. Без культуре и отдыхающих при отсутствии коммунальных служб приводит к тому, что в разгар сезона подходы к морю завалены мусором, даже там, где стоят элитные новострои. Участок берега между переулками Каркашадзе и Дунаева в районе французского бульвара. Как раз под окнами ведомственной полицейской поликлиники и нового жилого комплекса. То, что сам парк запущен, это уже дело привычное. Сухая трава и бурьян не самое страшное. На протяжении нескольких сотен метров трудно найти чистое место. Склоны почти сплошь загажены любителями отдыха на природе. Глядя на такое, вспоминаешь, что говорят ученые. Среди животных, по особенностям организма, человеку ближе всего свинья. Поведение многих тоже очень напоминает свинское. Позоримся не только на всю страну, но и перед остальным миром. Ведь пока еще к нам едут. Мы, отдыхающие, приехали в Одессу. Живем на таком красивом бульваре, который называется французский. Никак не ожидали увидеть в городе, тем более, я так понимаю, это далеко не окраин, а центр. Такой мусор, свалку. Мы, конечно, удивлены. Люди, задумайтесь. Вы же люди. Откуда вы? Сами Белоруссия. И поверьте, у нас чистота и порядок. На что, наверное, можно поучиться и позавидовать. У нас ЖЭК в принципе не работает. Я очень удивлен работой наших городских всех властей, потому что очень тяжело, что они не могут, очень жаль, что они не могут руководить всего лишь одним ЖЭКом. И не могут заставить начальника, не дворников, прийти здесь и поубирать. Дворников здесь не бывает вообще никогда. Уборка здесь, если проходит, то только мы сами, жители, выходим, делаем субботники и сами убираем. Нагребаем огромную кучу, идем в ЖЭК, начинаем писать, ругаться, они приезжают, а то кучу увозят. Тут дворники бывают когда-нибудь? Я никогда не видела. Было бы хорошо, если бы убирали, это ужасно, что-то. Очевидно, поздно вечером молодежь собирается, потому что столько бутылок, столько валяется всего, побито, грязно, негде присесть. Уже два года патрульных нарядов в прибрежной зоне не видно. Если верить руководству Министерства внутренних дел, новая полиция честная, взяток не берет. А поскольку работать за символическую зарплату у полицейских желания нет, то отдыхающие хамы чувствуют себя спокойно. Департамент городского хозяйства самоустранился. Какие уж там склонны, когда на центральных улицах порядка нет? Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг».